Ребята, а перед началом данного ролика я хочу объявить, что сейчас на моем канале проходит конкурс на 50 долларов для трех моих подписчиков. Как только нам берется 1000 подписчиков, я разыграю 150 долларов между тремя победителями. Чтобы участвовать в данном конкурсе, достаточно всего лишь поставить лайк, подписаться и оставить осмысленный комментарий, не только перед этим роликом, но и перед всеми. Да, я выберу случайным образом из всех своих видео. Для начала я выберу одно видео, а потом в этом видео я выберу победителя по комментариям. Так что, всем удачи! Приветствую всех на канале Михаил Инвестиции. Сегодня 1 августа и делаем прогноз, смотрим на текущую ситуацию на рынке, а именно, что творится с бинкоином. Включаю, как всегда, по классике таймфрейм дневной, и что я вижу. Предыдущая свеча закрылась даже, как в принципе и предполагалось. Вторая свеча, которая текущая, она является нисходящей, но по всей вероятности она таки закроется нисходящей. Ну ладно, а тоже о неуверенности мы говорили. Но смотрите, какая сейчас ситуация интересно вырисовывается. Мы видели вот эту линию, более глобальную такую, по этим двум вершинам. И смотрите, сейчас будет подтверждение вот этой линии сопротивления. Иначе говоря, в данный момент у нас образовывается клин, где уровень поддержки у нас находится на уровне 29 тысяч долларов, а уровень сопротивления является вот эта линия. И в данный момент мы сейчас столкнемся по всей вероятности на уровне почти 43 тысячи. Ну, где-то 43 тысячи долларов. То есть сейчас, если цена и немножко все-таки подрастет, она отскочит от этой линии, и мы уже пойдем куда? Конечно, к линии поддержки. Иначе говоря, как некоторые и предполагали о том, что нас будут уже несколько раз пытаться сбрить. Первый раз, когда люди подумали, что будет падение, сбрилишь артистов. Второй раз, когда люди подумали, что мы закрепились на уровне 42. Скорее всего, сейчас попытаются сделать видимую такую точку в виде фиксации выше 42 тысяч, может быть даже чуть выше 43, где-то ближе к 45. И даже такой есть вариант событий, что будет прострел ложный где-нибудь в районе 45 тысяч. И люди, чтобы подумали, что все, надо входить в рынок. И их сразу тут же всех обломает. И мы все-таки войдем в этот клин, который сейчас вырисовывается. Это, конечно, один из вариантов событий. Можно, конечно, предположить, что когда мы выйдем за эту линию сопротивления, все-таки двинемся вверх, чтобы еще большее количество людей вошло в лонг-позиции и уже оттуда их начинать брить. Не знаю, посмотрим, какая ситуация будет. Но сейчас вырисовывается именно ситуация, что мы должны в данном момент оттолкнуться. Буквально через несколько дней, дня три еще должно, в принципе, пройти. И потом уже полетим вниз. Мне эту картину напоминает 19-й год. Здесь она, конечно, немножечко другая, но смысл тот же. Неоднократно нас пытались обмануть от ложной. Подъем был, потом падение, потом вновь подъем, потом вновь падение, потом вновь рост, потом вновь падение, потом якобы все, мы не будем дальше падать. Пошел рост, 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 рост. И потом молниеносное, грандиозное падение. Такая же ситуация была в начале 18-го года. У нас произошло падение. Потом была попытка роста. После этого роста было падение. Были какие-то мелкосрочные такие попытки все-таки вернуть свою силу бычью. Но она обернулась провалом. И мы все-таки опустились на дно. Если судить на дневном таймфрейме по индикатору RC, то мы в данный момент приближаемся к той точке перекупленности, от которой мы должны уже упасть. Имеется в виду мелкая перекупленность в мелком масштабе. Я считаю, что есть два рынка такие перекупленности. Есть полномасштабная перекупленность. Самая такая пик вершины. А есть такие краткосрочные подъемы. И вот сейчас как раз краткосрочный подъем произошел, после которого и должно уже дальше падение быть. Как по мне, после глобального такого прорыва, покорения максимумов, надо ждать все-таки более глубокого падения. Но единственное, конечно, они не позволят людям на этом заработать. Поэтому попытаются всячески запутать людей, чтобы они поверили в то, что нет, не будет падения, будет рост. По индикатору DMI показывают о том, что да, в принципе, рост. Может быть. Но не глобальный. И имеется в виду не новый тренд. Краткосрочный, опять же, повторяю, краткосрочный. Глобального тренда нету и еще. Давайте посмотрим на недельный график, как тут дела обстоят. На недельном графике я вижу, что мы сейчас как раз подошли к тому моменту, когда рынком начинают манапулировать. Когда пытаются всех забереть и до того, как все-таки цена опустится ниже. Мы как раз находимся на уровне 50 отметка. Как по мне, 50 отметка – это именно тот момент, когда манапулируют людьми. Когда происходит неплановый рост либо падение. Если судить по индикаторам EMI, то я прослеживаю следующую ситуацию, что мы подошли к ней, к этой отметке, 50 скользящей средней. И вполне вероятно, что после того, как мы покорили новый максимум и коснулись после этого этой линии, это говорит о том, что в ближайшее время все-таки должно произойти падение. Но имеется в виду, что точно не будет восходящего тренда. Восходящий тренд будет только после того, как цена опустится ниже и потом уже наоборот выше этой линии. И также, если по сказащей средней 200 судить, то мы должны опуститься примерно до этого уровня. Сейчас она находится на уровне 17 тысяч долларов с половиной. В дальнейшем надо будет наблюдать, как она себя поведет. И можно предположить, что падение будет, ну дно наступит примерно именно на 200 скользящей средней. Подведем итоги. Сейчас планируется падение. Образовался вот лин, который виден на дневном графике. Вот линия и вот линия. Соответственно, сейчас максимум возможно доросем до 45 тысяч, чтобы людей обмануть о том, что мы пробили эту линию и пошел рост. И потом уже должно падение. Либо без обмана будет. Хотя, судя по тому, как движется рынок, уже сколько свечей было восходящих. Это прямо говорит о том, что кто-то манипулирует рынком. Потому что, ну, вряд ли такое поведение, естественно, можно назвать. И поэтому возможно будет все-таки 46-45 и после этого падения. Либо, может быть, буквально через пару дней отскочим и полетим вниз. Но в любом случае, я до сих пор уверен о том, что мы должны падать. Падать, падать, падать. Как глубоко, к сожалению, я не могу точно сказать. Но примерно все-таки до 24 тысяч мы должны упасть. Ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. Всем до скорой встречи.